10 утра в столице Казахстана. Вы смотрите новости на телеканале Хабар 24 в студии Вероника Боярова. Здравствуйте. В Кокшетау на больничных койках оказались 44 срочника. Их госпитализировали с признаками ОРВИ в течение всей недели. Головная боль, слабость, высокая температура. Результаты на коронавирусную инфекцию у всех отрицательны. В департаменте санэпидконтроля области сообщили, что у солдат выявили менингокок. Вирус передается воздушно-капельным путем. Специалисты экстренно обследуют почти 300 контактных и не исключают, что количество больных увеличится. Из-за массового распространения инфекции в части ввели ограничения. Солдат временно отстранили от патрулирования улиц. Запрещено даже выстраиваться в шеренгу. Чтобы установить причину возникновения вируса, проведут служебное расследование. Заболеваемость корью выросла в Казахстане. С начала года больше 3000 случаев сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Санврачи обеспокоены быстрым распространением заболевания. Большинство заразившихся, как отмечают специалисты, это непривитые от кори дети. За период пандемии охват вакцинации против кори в стране и в целом по миру снизился. При поддержке ВОЗ в Казахстане намерены внедрить новый метод анализа и управления статданными по заболевшим. Это должно позволить в будущем усилить эпиднадзор за коревой инфекцией, а еще вовремя оценивать риски и уровень охвата. Для специалистов со всех регионов страны, а также Узбекистана и Кыргызстана сейчас проводится обучающий тренинг. За три дня они должны освоить новые инструменты от ВОЗ. У нас в республике сейчас зарегистрировано более 3000 случаев кори и подавляющее большинство, это более 72%, это у нас дети болеют в основном, которые пропустили плановую вакцинацию. В прошлом году у нас за год было 4 случаев зарегистрировано. Как вы видите, это большая вспышка сейчас идет. Локализовать вспышку возможно только одним способом, это вакцинация. Сейчас приехали 4 эксперта из Всемирной организации здравоохранения и они будут с нашими местными специалистами здесь работать, изучать текущие процессы, как происходит иммунизация и будут учить, как пользоваться новым электронным инструментом по сбору данных. И к событиям в мире. В США наблюдается рост заболеваемости новым штаммом коронавируса. Медики отмечают тревожную тенденцию последние несколько недель. Согласно данным, опубликованным Департаментом здравоохранения в Нью-Йорке, в начале июля там регистрировали около 250 новых случаев в неделю. Но уже в августе эта цифра увеличилась до 750. Причем ковид у многих из них находят после обращения с жалобами на другие болезни. Сейчас новый вариант ковид-19 выявили в Дании, Израиле, США, Великобритании и ЮАР. Он несет больше 35 мутаций в ключевых частях вируса в сравнении с предыдущей версией омикрона. Аномальная жара накрыла юго-западные штаты США. В столице Аризоны, Фениксе, дневные температуры достигают 48 градусов уже три недели подряд. Отмечу, такая продолжительность оказалась наивысшей. В последний раз подобный рекорд длительности фиксировался в 1974 году. Тогда высокая температура установилась на 18 дней. По словам климатологов Университета Аризоны, подобные рекорды не исключение, а лишь подтверждение общей тенденции глобального потепления. Тем временем в акватории Мексиканского залива непогода носит иной характер. Тропический шторм и далее обрушился на Западную Кубу. Ураганный ветер, скорость которого достигает 110 км в час, валит деревья и опоры линий электропередачи. Десятки небольших прибрежных городков оказались затоплены. Власти эвакуировали почти 20 тысяч человек. Информации о погибших или раненых нет. Сначала надо спасти как можно больше человеческих жизней, эвакуировать людей. Главное не допустить паники, держать все под контролем. Из соседних регионов сюда направлены дополнительные силы полиции, чтобы не допустить мародерства и хаоса. Италия, еще пару дней назад изнывавшая от жары, сегодня оказалась под ударом циклона. Мощный ветер и проливные дожди стали причиной наводнений на севере страны. Железнодорожное сообщение между Францией и Италией временно остановлено после мощного оползня, который заблокировал доступ к ряду туннелей. В горных районах Италии дождь и оползни вынудили эвакуироваться сотни людей. Береговая охрана Греции спасла 23 мигранта. Нелегалы находились на двух лодках, одна из которых перевернулась. В результате погибли четверо детей и одна женщина. По данным правительства Греции, мигранты прибыли из Турции. Большинство из них за время нахождения в открытом море страдали от обезвоживания, голода и переохлаждения. Мигрантов доставили в ближайшую больницу, двоих из них госпитализировали. Отмечу по данным ООН по делам беженцев, в этом году в Грецию прибыли больше 15,5 тысяч человек. Свыше 12 тысяч из них по морю. Евросоюз должен быть готов к приему новых стран-членов в состав объединения к 2030 году. Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель на форуме в Словении. Первое заседание по вопросу расширения Евросоюза состоится в Испанской Гранаде в октябре. В рамках встречи лидеры стран ЕС также намерены обсудить возможность пополнения бюджета. Так будет обеспечиваться финансовая поддержка всем странам-кандидатам. В их числе в настоящее время 7 государств. Албания, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. По словам главы Евросовета, чтобы присоединиться к блоку, будущим государством-членам нужно провести реформы. Обеспечить независимой судебной власти, бороться с организованной преступностью и коррупцией, а также привести свою внешнюю политику в соответствие со стандартами ЕС. Высокая инфляция в Венгрии заставляет жителей страны менять свои планы в самый разгар сезона отпусков. В этом году многим из них приходится сильно экономить на аренде жилья, питания и многом другом. По сравнению с прошлым годом цены выросли почти в два раза. По данным Ассоциации отелей и ресторанов, заполняемость отелей на озере Балатон упала на 15%. Отмечу, в Венгрии наблюдается самая высокая инфляция в ЕС, которая достигла 25% в первом квартале 2023 года. Принять меры по ее снижению, а также повысить заработные платы, накануне публично пообещал премьер-министр Виктор Орбан. Не только на озере Балатон, но и в других местах отдыха все стоит в несколько раз дороже. Я думаю, что торговцы не смогут в этом году много заработать, потому что сейчас у них будет меньше клиентов, люди меньше тратят деньги. В Великобритании произошел сбой воздушного движения. Это привело к задержкам рейсов по всей Европе. Тысячи пассажиров застряли в аэропортах. Технические неполадки затронули компьютерные системы и программное обеспечение, которым пользуются авиадиспетчеры. В Национальной службе управления воздушным движением Великобритании подчеркнули, специалисты пытаются устранить возникшие проблемы. Пассажиры задержанных рейсов опасаются, что это приведет к забитым взлетно-посадочным полосам аэропортов. Тойота приостановила работу на 12 из 14 заводов в Японии из-за системного сбоя. Из-за возникших проблем компания не может заказывать комплектующие. Об этом накануне сообщили местные СМИ. Когда производство автомобилей будет возобновлено, пока не ясно. Тем временем в самой компании исключили попытку кибератаки. Напомню, в феврале прошлого года автоконцерн был вынужден временно приостановить работу на всех заводах Японии после кибератаки на поставщика. Казахстан давно является лидером в области нераспространения ядерного оружия, пишет директор Центра военно-политического анализа Института Хадсона Ричард Вайс в газете The Washington Times. Инициативы нашей страны в этом направлении он называет смелыми и новаторскими. После обретения независимости в 1991 году Казахстан ликвидировал четвертый по величине в мире арсенал и вошел в свободную от него центрально-азиатскую зону. Также в сотрудничестве с МАГАТЭ был создан банк низкообогащенного урана, чтобы предотвратить возможности для создания смертоносного арсенала. Ученый напомнил, еще в 2020 году президент Казахстана Касым Жумар Тукаев предложил создать Международное агентство по биологической безопасности. В статье в целом описаны усилия мирового сообщества в этой области. Сегодня 32 года с момента закрытия Семипалахинского ядерного полигона. В настоящее время на нем все еще продолжают исследовательские работы. В этом году территорию начали огораживать. Об этом на встрече в университете Шакарима сообщила заместитель директора Института радиационной безопасности и экологии Евгения Мустафина. По ее словам, устанавливать заборы и предупредительные знаки на загрязненных радиаций участках взялись после принятия закона о Семипалатинской зоне ядерной безопасности. Речь идет об участках, на которых непосредственно проводили взрывы. Всего, по ее словам, по словам ученых, особой охраны требует 9 тысяч квадратных километров. Человек может стоять в эпицентре ядерного взрыва и не понимать, что он в этот момент облучается. И вот как раз этот закон позволяет нам привести в соответствие, в юридическое соответствие, когда говорит, вот здесь нужно оградить. Он нам позволяет провести ремедиацию загрязненных территорий. Мы начали постройку физических барьеров на участках, на которых проводились испытания, которые требуют особой охраны. Они находятся под охраной Госгвардии. Часть земель Семипалатинского полигона могут ввести в сельхозоборот. Это около 9 тысяч квадратных километров. Об этом сообщил гендиректор Национального ядерного центра. Незагрязненные, или, как их называют, условно-безопасные территории сначала передадут в ведомство Акимата. Он и займется определением гектаров под народное хозяйство. В центре считают, предположительно, на это уйдет год. А Саньяк Убжасарова продолжит тему. На территории Семипалатинского полигона эксперты занимаются изучением флоры и фауны. Делают это в лабораторных условиях. В экспериментальной оранжерее выращивают перец, баклажаны, картофель и морковь. После чего эта растительность отправляется на анализы для определения радиоактивных веществ. Проведенные комплексные обследования позволили выявить наиболее загрязненные участки полигона и определить наиболее чистые участки, которые возможны передачей в хозяйственный оборот. Исследования фауны Семипалатинского полигона позволили установить, что в принципе большинство видов животных не подвержены радиационной нагрузке и содержание аэронуклидов находится на приемлемом уровне. Таких лабораторий здесь десятки. В каждой на протяжении 14 лет продолжались исследования. Национальный ядерный центр занимался этим с 2008 по 2022 годы. Здесь приносят пробы. Это растения, почва, донное отложение, воздух, могут быть фильтры. Также биосубстраты человека, волосы, кровь, ногти. В зависимости от того, что принесут. Но основная аспекта это растения и почва. Здесь идет проба подготовки, разложения этих образцов. Главная цель это превратить пробу в жидкое состояние. Результаты мониторинга показали. Почти половина территории полигона, это больше 9 тысяч квадратных километров, условно чистые земли и пригодны для сельхозугодий. Однако для передачи их в ведомство Акимата нужны официальные документы. Это достаточно сложный такой процесс. Необходимо будет определить полномочную организацию, которая будет этим заниматься. Это будет национальный ядерцентр, который будет заниматься землеустроительными документами. Понятно, что работа по землеустроительным документам будет зависеть от той территории и границ, которые будут выделены. Исследования такого масштаба еще нигде не проводились, потому казахстанским специалистами и учиться было не у кого. Методические подходы разработали сами, после чего отправили их на рецензирование в международное агентство МАГАТЭ. Оттуда получили положительное заключение. Так и работали. Фактически только с сентября будет определена полноточная организация. После нее назначения она неизмедлительно приступит к обобщению материалов, проведенных обследований, комплексов. Я так думаю, что к январю-февралью мы должны будем выйти с этими материалами, с результатами обобщения и с материалами, обосновывающими границы и площадь СЗБ. Потом экспертиза и все прочее. Сначала санитарно-экологическая, а затем госэкспертиза. После чего результаты и предложения направят в правительство. В ядерном центре уверены, к концу первого полугодия 2024-го создадут Семипалатинскую зону ядерной безопасности. Тогда и установят четкие границы безопасных и небезопасных территорий. Также предполагается создание так называемой паспорта территории. То есть паспорт территории, который будет содержать помимо картографической информации, общую информацию в отношении того, какие там объекты, где районно опасные объекты, что они из себя представляют. До конца сентября примут подзаконный акт, как правильно должен быть оформлен паспорт территории. Этот документ будет публичный и официальный. Справочный путеводитель по Семипалатинскому полигону, по словам специалистов, может появиться через год. Санья Кубжасарова, Ирлана Урысбеев, Хабар, 24. Продолжим выпуск. Уборочная кампания в Кустанайской области набирает обороты. Но не такие, как хотелось бы аграриям. В некоторых районах региона погода вмешивается в планы фермеров. Местами летом была засуха, а где-то показатели кустанайским хлеборобам подпортили сайгаки. Все это негативно скажется на урожайности, считают они. Артем Грапов расскажет подробнее. В южных районах Кустанайской области уборочная кампания пока на паузе. Там аграриям мешают дожди. Нестабильной была погода и летом. Из-за засухи сейчас специалисты отмечают низкую урожайность по зерновым. Показатели вдвое меньше прошлогодних. Хлопот доставили и сайгаки. В этом году в области степные антилопы испортили 23 тысячи гектаров. Больше половины из них в Камастинском районе. Сайга была. Это в четырех сельских округах. Получается, южная сторона. Оролкольский округ. Клочковский задело. Это Алтанцаринское, село Алтанцарина и село Талдеколь. И пострадало порядка 14 тысяч гектар от сайги. От сайги свой хлеб камастинские фермеры спасали в середине лета. Чтобы избежать больших потерь в следующем сезоне, земледельцы просят разрешить на законодательном уровне промысловый отстрел степных антилоп или окапывание полей. Если вот эти два варианта не получается сделать, то хотя бы надо вводить ЧАЭС, потому что это целое бедствие для нас, нашествие. А это же наш хлеб, поэтому у нас обязательство. Как мы будем рассчитываться? До полей Владимира Белоцерковского сайга не дошла. В этом году он ожидает неплохой урожай. С каждого гектара планируют собрать по 10-11 центнеров. Для Камастинского района это высокий показатель. Просто цена маленькая. В этом году сейчас предлагают 77. Уже нет цены. Когда в том году было, она 110. Хотя бы 110. 77, вот я говорю, сейчас может даже по нулям выйдешь с такими затратами. Химия, солярка, запчасти, зарплата. Это в принципе не показатель для цены. Вообще очень низкие цены. В этом году Куснайским аграриям предстоит убрать почти 4,5 миллиона гектаров посевных площадей. Десятую часть уже осилили и намолотили без малого 500 тысяч тонн пшеницы. Ожидается, что средняя урожайность превысит 10 центнеров с гектара. Артем Грапов, Сергей Тартенберг, Куснайская область, Хабар, 24. На востоке Казахстана может возникнуть дефицит сена. В регионе из-за жаркого, сухого лета в этом году его меньше, чем обычно. Еще и августовские дожди мешают собрать скошенное. Сельчане с трудом справляются с заготовкой. Многие намерены закупать корма уже в соседних областях. Анна Илья Синберзина разбиралась в проблеме. Август традиционно, время сенокоса. Только вот погода в этот раз работам не способствует. Как погода? Погода не важна. Опять сегодня-завтра нормальную погоду открыт. Потом опять облачно. А Нурбек Кудайбергенов, весело бы оставшиеся морского района, переживают. Могут не успеть запастись кармами. Заготовить-то заготовили, теперь возить не можем. Дождей не прекращается. Все лето засухо было, сами знаете. Теперь мало, не можем собрать это полностью. И даже привезенное сено приходится подолгу просушивать. Вручную растилая по территории. Двойные трудозатраты, но иначе никак. Мокрое сено просто сгниет, делится Тимур Нургазин из соседнего хозяйства. Дефицит сена с каждым годом ощущается все острее. Сено совсем слабое, последние 3-4 года слабое. Раньше мы 8 гектаров нам дали маленькими решетками, 13-12 решеток давали. А сейчас в последнее время совсем мало, где-то 2-3 решетки. Нынче, например, я 3 решетки взял. И это при том, что угодья не косили 2 года, давали отдыхать земле. Но результат все равно плачевный. В Уландском районе ситуация не лучше, поэтому кто может, закупать сено из ЖТСУ и Павлодара. Цены на закупы в самом деле золотые. Арман Табас из села Аиртау с утра до вечера пропадает на Синакосе, если дождя нет. Пытается собрать по возможности все. Иначе придется приобретать сено по 16-20 тысяч сеньге за рулон. Хотя раньше стоимость была раза два меньше. Мне вот удалось собрать 15 прицепов, надо еще 10. В прошлом году сена не хватило, потерял часть скота. В итоге с каждым годом все сложнее запастись кормами, и цены растут. Растут они не только на сено, но и на дизельное топливо и запасные части. Тимур Нургазин за 6 шестеренок для стогомета отдал на днях, к примеру, 600 тысяч. И отмечает, что сельское хозяйство становится нерентабельным. Еще и без сена можно потерять скот. Но в профильном управлении обещают поддержать сельчан в случае необходимости. Предусмотрено только субсидирование кормов, приобретенных кормов. Но при этом на текущий год пока деньги не выделены и не заложены. Но мы в случае выявления таких фактов с управлением экономики готовы отработать по выделению дополнительных средств. Кроме того, направлено предложение Акимам районов выделить земли запаса и лесного фонда для сенозаготовки нуждающимся. Всего в регионе насчитывается почти полтора миллиона поголовья скота, для которого требуется минимум 850 тысяч тонн сена. Но пока план удалось выполнить лишь на 70%. Вся надежда на сентябрь. Анна Лисенберг, Григорий Вабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. Продолжим выпуск. Больше 20 триллионов тенге поступлений в экономику страны ожидают в следующем году. Средства направят на развитие социально значимых и важных инфраструктурных проектов. Это модернизация автомобильных дорог, сетей тепла, газа и водоснабжения, инженерных сетей, а также строительство ряда соцобъектов. В рамках нацпроектов «Комфортная школа» и модернизация сельского здравоохранения. Об этом сообщил министр нацэкономики Альбек Куантыров на заседании в правительство, за ходом которого следит моя коллега Тамирис Белял. Она присоединилась к эфиру. Тамирис, доброе утро. Что еще обсудили уже к данной минуте? Подскажите, пожалуйста. Вероника, доброе утро. Абсолютно верно. Мы находимся в правительстве. И я постараюсь вести вас в курс дела, что же сейчас обсуждали. На самом деле заседание правительства сейчас уже в полном разгаре. На повестке дня два вопроса. Это прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2024-2028 годы, а также проекты законов о гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на ближайшие два года, а также о республиканском бюджете на 2024 и 2026 годы. Немаловажен вопрос и развитие геологической отрасли нашей страны. Расскажу о том, что мне уже удалось узнать, и остановлюсь на социально-экономическом развитии нашей страны. По этому поводу докладно выступил Алибек Куантыров. Это министр национальной экономики Республики Казахстан. Он отметил, что прогноз по развитию экономической ситуации в стране сформирован с учетом итоговых данных по росту экономики, также с учетом ожидания международных финансовых организаций, а также с ценами на экспортные товары. В целом, согласно Международному валютному фонду, в 2024 году ожидается рост экономики на 3%. При этом консенсус, прогноз мировой цены на нефть к 2024 году составит 80 долларов США за баррель. И в зависимости от этих внешних, внутренних изменений, было составлено три сценария по развитию экономики страны. Это базовый, оптимистичный и пессимистичный. Все-таки при базовом сценарии предлагается взять среднюю цену за нефть, это 80 долларов США за баррель. При этом, по прогнозу, средний годовой рост ВВП за 5 лет составит 5,8%. При этом инфляция определена на уровне 6-8% в 2024 году с последующим снижением. Также ожидается рост во всех базовых отраслях экономики. Это среднегодовые темпы роста промышленности на 4%. При этом горнодобывающая промышленность рост будет наблюдаться на уровне 5% и также обрабатывающей промышленности на 3%. Также, как вы отметили, в 2024 году будет ожидаться поступление на 20 триллионов тенге. Это, как вы уже отметили, будет направлено на развитие важных инфраструктурных и социальных объектов. Это комфортная школа, также медучреждения и строительство новых дорог. По этому поводу у меня все. Вероника, я постаралась передать всю информацию, которую я узнала на данный момент о других поручениях премьер-министра Алихана Смаилова. Уже расскажем в следующих эфирах. Передаю слово вам. Благодарю. Напомню, Тамир Избеля следит за заседанием правительства. А мы продолжим выпуск. И к другим темам. Больше 300 тысяч молодых казахстанцев трудоустроены с начала года. Из них около 143 тысяч определились с местом работы в рамках инициативы президента. 100 рабочих мест на 10 тысяч человек. При реализации нацпроектов трудоустроены почти 81 тысяча молодых людей, тогда как вакантные рабочие места заняли порядка 80 тысяч казахстанцев. Вместе с тем молодежь вовлекают в общественные работы. Выпускники вузов проходят практику по специальности. На предпринимательские инициативы среди молодежи в ближайшие три года направят 90,5 миллиардов тенге. Инфляция в Казахстане постепенно снижается. Об этом в интервью в программе Бет-Пебет заявил председатель Национального банка. Мы не допустили гиперинфляции, сказал Галымжан Перматов. Если расходы государства продолжат расти, то эта ситуация повлияет на рост цен. На инфляцию также может влиять политическая и экономическая ситуация в мире. Однако в целом прогноз хороший. Наблюдается положительная динамика, заключил председатель Нацбанка. Инфляция достигла своего пика в феврале и составила 21,3%. С тех пор постепенно снижается. По результатам на конец июля годовая инфляция составляет 14%. Мы ожидаем, что за август будет еще ниже. По нашим прогнозам до конца года ожидается формирование годовой инфляции в пределах 10-12%. Депозиты граждан в Тинге растут с каждым месяцем. За последние 26 лет вклады физлиц в долларах достигли минимального уровня. Это говорит о доверии казахстанцев к национальной валюте, уверен председатель Нацбанка Галымжан Перматов. В интервью в программе Бет-Пебет он также сообщил, что Национальный банк продолжает пополнять золотовалютный фонд. Национальный банк с 2011 года по приоритетному праву закупает золото, которое производится у нас в стране. С 2011 года это более 500 тонн. Эти запасы идут в золотовалютный резерв Национального банка. В 2020 году доля в золотовалютном резерве достигла 66%. Больше 8 тысяч западно-казахстанских детей получили материальную помощь, чтобы подготовиться к школе. Заявки от родителей, нуждающихся в поддержке, все еще принимают. По данным профильного ведомства, в этом году из фонда всеобщего образования выделили 372 миллиона тенге. Средства рассчитаны на покупку канцелярских товаров, школьной формы и других принадлежностей. Кроме того, собрать детей в школу помогают местные предприниматели, и активисты. Пять категорий детей имеют право получить данную сумму, то есть по 40 567 тенге. По фонду всеобучи каждый родитель после того, как получил на карте это средство, он должен обязательно читаться в течение 15 дней перед социальным педагогом и администрацией школы о том, что средства потрачены на ребенка, на его сборы в школу. Вопросы гражданского общества и перспективы его развития в Центральной Азии обсудили на Международной конференции политологов в Алматы. В ней участвуют около 200 гражданских активистов, экспертов в области геополитики и представители международных организаций. Мероприятие приурочено к 30-летию Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности. Участники конференции отметили вклад в бюро в становление и развитие гражданского общества Казахстана. К примеру, за все годы существования объединения оказало юридическую помощь 150 тысячам граждан. Они также считают, что для дальнейшего развития руководителям стран Центральной Азии необходимо активно взаимодействовать с различными институтами гражданского общества. Климатический кризис, вопросы по правам человека, демократизация общества и равноправие в обществе. Все эти вопросы возможно решать благодаря активному вмешательству гражданского сообщества. И Германия поддерживает все начинания Казахстана с момента его независимости. Мы также работаем со всеми центрально-азиатскими странами и расширяем этот круг. Наше сотрудничество устремлено не только к развитию экономики, политики и науки, но и гражданского общества. И Казахстан делает большие успехи во всем центрально-азиатском регионе. Больше миллиона сельхозугодий возвращено в госсобственность в Карагандинской области в рамках проекта «Жер Аманате». Об этом сообщил секретарь партии «Аманат» на отчетные встречи в Караганде. Одобрено 105 заявок по партийному проекту «Аул Аманате». Общая стоимость составила 983 миллиона тенге. Их направили на развитие сельского хозяйства, реализацию бизнес-идей в селах. Вместе с тем в разных районах запущены заводы, введены в эксплуатацию многопрофильные детские больницы и школы, спортивно-здоровительные комплексы. На сегодня в области насчитывается 269 первичных организаций, куда входят больше 34 тысяч партийцев. Наши запросы, которые мы задавали, это злободневные. Это развитие сельскохозяйственных опытных станций, ремонт магистральных каналов, повышение зарплаты техническим работникам культуры и так далее. Многие из них легли законы. Похожую картину мы наблюдаем с центрального аппарата и по работе депутатов, аманатцев, ваших маслехатов. Вся работа правительства Якимов по улучшению жизни людей есть реализация нашей партийной программы. Луноход Чандраян-3 сделал свое первое открытие на Луне, и оно уже перевернуло представление ученых о нашем естественном спутнике. Посадочный аппарат Викрам измерил температуру в приполярной области Селены. Ученые обнаружили, грунт у поверхности там существенно горячее, чем считалось ранее. Отмечу, что человечество впервые в истории получило данные с южного приполярного региона Луны. Эти данные о температуре лунного грунта важны, поскольку дают представление о наличии среды с жидкой водой и даже наличии микроорганизмов. В агентстве заявили, что ожидают новые данные, которые помогут сделать окончательные выводы. Напомню, Чандраян-3 – это первая индийская миссия, достигшая поверхности Луны. Это были все новости к данному часу. Оставайтесь на Хабар 24. Эфир продолжит новости культуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова